Конституционный суд Дело брать из одного суда и передавать в другую инстанцию. И поэтому дело Пушкарева, бывшего мэра города Владивостока, рассматривается не в родном городе, не в городе, которым он управлял, не в городе, где мы живем, его помним, а почему-то в столице в Москве, в Тверском суде. Вот Конституционный суд сказал, что да, можно, но дело в том, что двое судей этого же суда вынесли особое мнение, по которому получается, что их коллеги не правы. И вот эта такая коллизия, она, с одной стороны, юридическая, то есть там много тонкостей, но, с другой стороны, она должна быть нам всем очень понятна, потому что, помимо того, что у многих есть сомнения вообще в виновности Игоря Пушкарева и его подельников, возникает вопрос, что и система правосудия вот на этом деле показывает свои огромные, такие вот конструктивные минусы. И сегодня у нас для этого непростого разговора. Я выбрал лучшего человека, с которым можно было поговорить. Это Галина Ивановна Антонец, известный медиа-юрист, не знаю, адвокат или нет, Адвокат. И вот она, когда вошла сегодня к нам на радио, она сказала, что ей нельзя говорить, но сказала, что вот мне можно сказать, что она думает по поводу решения Конституционного суда. Поэтому в моей передаче это будет так. Я могу сказать, это мое мнение, что Конституционный суд, как большая чайка, пролетая над всем законодательством нашей страны, судебной системой, взял и нагадил. Да, ну чайку только не хочется обижать, вот хорошая птица. Но вы же не имели в виду фамилию Чай? Фамилию Чай? Нет, фамилию нет. Вы просто говорите о птице. А кто у нас носит фамилию Чайка? Прокурор. Прокурор? Скажите, пожалуйста, а на ком основании дело из Владивостока было перенесено в Москву? На том основании, да, что местные судьи предвзяты. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Могут быть. Не-не-не-не-не. А как это процедурно было оформлено, Галина Ивановна? Процедурно Верховный суд сел и вынесли. Не-не-не-не-не-не. А кто обратился? А, прокуратура, да. Изначально. Зам генерального прокурора. Да, зам генерального прокурора. Генеральный прокурор Чайка. А его зам написал обращение в Верховный суд с просьбой рассмотреть возможность о переводе этого дела вот туда-туда-туда. Потому что такой нормы нету в ВПК. Подождите. Норма есть? Кто из нас юрист? Норма есть. Да, но она не про это. Она не про это. Так вот, в самом деле, вот уже говоря всерьез, дело длится третий год, он под стражей, рассматривается в суде почти год. И вот само рассмотрение, сам процесс показывает, что у многих людей не зря такое скептическое отношение к сложившейся системе правосудия в нашей стране. Ну ладно, перейдем теперь уже к делу. И, честно говоря, вот мы две недели назад обсуждали это решение Верховного суда, и мне казалось, что я вполне толково разъяснил, почему это глупость. На самом деле, давайте сейчас послушаем и юристов, и особенно тех двух людей, членов Конституционного суда, которые объяснили, почему именно эта глупость. Галина Ивановна, какие там вкратце их аргументы? Сначала вкратце. Вкратце их аргументы, но, по сути, они сконструировали, Конституционный суд сконструировал новую норму, которой нету. Потому что, да, у нас есть статья 35 ОПК, которая говорит о возможности изменения подсудности территориальной, но там нету тех оснований, по которым перенесено дело Пушкарева, и нет того основания, про которое говорит Конституционный суд. То есть, если есть сомнения в том, что судьи на местном уровне могут быть предвзяты, а в данном случае обвиняемый может оказать какое-то влияние на суды. То есть, по сути, этой нормы нету. И, по сути, Конституционный суд ввел, во-первых, в нашу систему судебную прецедентное право. Это причем такой первый случай, который вижу. Да, это очень важный. Да, а во-вторых, он, скажем так, ввел избирательное правосудие. Ну, и в-третьих, вот, это то, что, на мой взгляд, решение, я говорила всегда раньше, что решение Верховного суда, оно, на мой взгляд, обидело судей, я бы на месте судей обиделась. А Конституционный суд вот закрепил, то есть, он тем самым Генеральную прокуратуру и мнение прокуроров поставил выше, чем мнение судей. И тем самым нарушена состязательная сторона. Я считаю, что нарушена, да. То есть, сторона обвинения получила огромные преимущества. Огромные. У нас есть телефонный звоночек. У нас на проводе должен быть, у нас должен быть Анатолий Кондратюк. Вы нас слышите, Анатолий? Да. Итак, Анатолий Кондратюк, адвокат Приморской краевой коллегии адвоката. А на ваш взгляд, уважаемый коллега, вот как вы оцениваете и само решение Конституционного суда, и то, что появилось два особых мнения членов Конституционного суда в связи с делом бывшего мэра города Лазистолка Игоря Пушкарева? Я абсолютно солидарен с Даниловым судью Конституционного суда, то, что суд здесь себя повел контролегом, что называется. То есть, действовал вопреки закону. Есть статья 35-го уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, где есть закрытый перечень оснований для передачи дела по подсудности. Полный и исчерпывающий, да, перечень? И в итоге, да, он исчерпывающий, закрытый и расширительному толкованию, как даже в комментарии под редакцией Лебедева, неизвестного, указано. Лебедев это глава? Да, это глава Верховного Суда Российской Федерации. И поскольку этот перечень закрытый, то и Верховный суд, и Конституционный суд в своем постановлении были просто не в праве выходить за пределы нормы. И, в частности, судья Казанцева отмечает, что Конституционный суд сначала создал норму, а потом ее истолковал. Ну, да, мы сейчас пытаемся об этом говорить с Галиной Ивановной. Да, хорошо. У меня еще вот к вам такой вопрос. В числе аргументов, которые приводила Генеральная прокуратура, обосновывая необходимость переноса дела из Владивостока в Москву, был примерно такой, что поскольку у бывшего мэра большое влияние и осталась сеть дружественных ему лояльных СМИ, он может повлиять на общественное мнение и манипулировать общественное мнение. Вот как вы считаете, в ходе процесса подсудимый имеет право обращаться к общественному мнению? Слово манипулировать уже явная оценка. Это безусловное право. Это безусловное право и один из способов защиты. Он правит заносить свою точку зрения общественности. Да и более того, суд, по сути, поставил под вопрос всю судебную систему Приморского края, что, наверное, не есть хорошо, что судьи не могут отделить зерна от плевел и будут почему-то слушать СМИ, а не материалы уголовного дела. По такой логике мы можем и всех правоохранителей судить не в Приморье, да и журналистов тоже. Всех туда в Москву. Вот про журналистов вы зря сказали. Вот совершенно зря. Ну, и то же СМИ, и то же влияние на общество. Ну да, да, да. По такой логике. Как судить, да. У меня еще вот какой вопрос к вам, как знатоку и преподавателю. Скажите, пожалуйста, вот если я правильно понимаю наше судопроизводство, вот с процессуальной тонкостью, в начале дела должно было как минимум поступить в местный фрунзенский суд, а уже там местный фрунзенский суд сам мог рассмотреть, если была бы необходимость, его переноса куда-то еще в связи вот с тем перечнем, который есть для этого переноса. Я правильно понимаю? Ну да, как минимум. И затем оно должно было в вышестоящий суд поступить после Левхрунзенского или Ленинского суда, смотря где совершено судение. Куда, в Краевой, потом в Верховный могло быть. Да, да, да. А как сложилось тогда? Пока, в Верховном суда после не написано. Как сложилось вообще, что дело даже не попало в суд по месту, где он должен был рассматриваться? Мне вот это интересно. Ну, это больше в Генеральной прокуратуре надо спросить. Ну да, я вот тоже не готов, боюсь, что они тоже не готовы. Анатолий, огромное вам спасибо и желаю вам удачи. Всего доброго. Да, спасибо. Ну вот, да, еще он человек нашей страны. Главное, что он сказал, что журналистов надо тоже судить. Не надо журналистов судить. Он сказал судить, только не в родном городе, или можно не судить. Ладно, не про журналистов. Про влияние, да. Потому что это ключевой, наверное, вопрос. Еще раз скажу. Когда зам генерального прокурора обратился в Верховный суд с просьбой рассмотреть возможность переноса из Владивостока в Москву, он сказал, тыры-пыры, тыры-пыры, у него сохранились, у Пушкарева сохранились связи, он может влиять. Ну и был в числе аргументов, что я буду в этой студии освещать это дело и, может быть, повлияю, не дай бог, на судью. Да? То есть это ерунда. Это ерунда полнейшая. Мы же как раз специалист по медиавопросам. Давайте еще раз на этой теме остановимся. Любое слово, сказанное где-либо, может повлиять и может не повлиять. То есть тогда вообще запретить говорить, запретить писать на любую тему? На мой взгляд, у органов, в данном случае правоохранительных, у них больше даже возможностей влиять на, если мы говорим про влияние через слово, влияние через свои пресс-релизы, выступления, еще что-то, на судебную систему, на вынесение решения суда. Почему, если мы говорим про равноправие, почему тогда, в данном случае, не запрещают каких-то правоохранительных органов что-то выносить? Почему, в данном случае, конституционные решения конституционного суда? А почему тогда не запретили его публиковать? Оно же тоже может повлиять? Оно может повлиять. То есть вы сейчас говорите о том, что у нас есть система правоохранительная, в которой есть, ну вот суд должен рассматривать беспристрастно, должен, но когда человек попадает в суд, против него играет именно системно. Там прокуратура, Следственный комитет и прокуратура. Целых два управления, да, больших, где есть свой штат, в том числе пресс-службы, где есть пресс-релизы, а на его стороне только адвокат, ну, может быть, там несколько адвокатов. И вот как в этом отношении должна вести себя пресса? Мы же все-таки стараемся, хоть я и шучу в отношении Чайки, которая, Чайка не по фамилии. Да. Да, но на самом деле я же тоже стараюсь объективно представить стороны и обвинения, и защиты. Но вот у меня сложилось мнение, что обвинение было предвзято. Вот что мне делать с этим? Я не могу об этом говорить. Конечно, можно про это говорить, при этом нужно говорить, потому что сколько примеров, когда именно средства массовой информации, журналисты добивались изменения приговора или унесения оправдательного приговора, потому что реально обращали внимание общественности на ошибки, скажем так, несостыковки. В ходе судебного процесса, в ходе следствия и так далее. Потому что вот эти дела, знаете, так любят тишину. У меня много... Делают тишину, да. Да, и дела любят тишину. Вот эти дела любят тишину, потому что чем вот таких резонансных дел, чем у них больше тишины, тем, на мой взгляд, вообще по практике, больше нарушений. А еще нельзя забывать, что Пушкарев эта фигура все-таки известная, влиятельная, медийная. И про него бы все равно писали, как вот сейчас, ну перенесли дело. Но про него все равно пишет вся страна. Про него все равно рассказывают, как его дело привлечено внимание. Это вообще такой смешной аргумент, и вот необоснованный, что он сможет через СМИ влиять на суды. А сейчас вот что делать? Я не знаю, честно говоря, вот и что тогда должен быть суд? Вот, допустим, да, у человека есть влияние на СМИ. Он попал в суд, и мы должны что? Суд должен запретить этим СМИ освещать это дело? Нет, такого нет, такого запрета нет. Суд должен... Да я даже не знаю. Вот я тоже, понимаете, вот сказав А, они не сказали Б. То есть их позиция, она нелогична. А может, наоборот, логично, что сейчас... Вот вы же как раз медиа-юрист, может, сейчас как раз логика такая, что государство всегда право, а вы, в том числе пресса, не суетесь туда, где вот ваш нос не пролазит. Нет, государство не может быть всегда право. Как не может быть? В данном случае у нас с государством договор. Говор должен быть равноправный. Да, оно нами как будто обсечет нам определенные условия, да, существования. А договор, когда я получаю паспорт, они мне обещают... Я им обещаю служить и отдать свою жизнь, они мне обещают. Как только я рождаюсь. Они мне достойную жизнь обещают. А, я наделен до права рождения гражданина. Да, да, да. Вот, поэтому, ну, нет, нет. И здесь... Геннадий Иванович, а можете вы напомнить все-таки вот еще вот ряд историй, если вы упомянули, когда именно вмешательство прессы показало, что у обвинения была позиция, мягко говоря, слабая? Ну, известный случай, когда оправдали вот женщину в находке, которая... Напомните ее просто, эту историю. Женщина ужасно убила своего мужа, потому что он ее душил, она его... Стоп, 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 не так. Нам говорят, женщина убила своего мужа, и ей нужно дать... Ей в деле, да, уголовное дело, умышленное убийство. Вот если нам сказать, что она убила своего мужа, то я говорю, ну да, ну и по делам есть семь лет тюрьмы. А потом, когда корреспондент начинает разбираться... А там все совершенно по-другому. А там была самооборона. Там была самооборона, в итоге она... У нее был выбор, или она убивает его, или он убивает ее. Потому что там... И было неоднократно от этого побоя, она жертва насилия была, ну, семейного... И картины меняются принципиально, правда ведь? Принципиально, конечно. И несмотря, в принципе, на это, Находкинский суд, городской судья, вынес решение, что все-таки она виноватая, и он осудил ее. А уже Краевой суд полностью освободил в зале суда, отменив приговор. Что-то потрясающе. Потрясающе. Это так редко бывает. Про это писали, к этому привлекали внимание. И вот я считаю, что здесь именно медийная составляющаяся играла огромную роль. Потому что, ну, судья, они же живут вот в этом. Они тоже втягиваются в обсуждение этого процесса, да? Когда вот высшая инстанция. А они не только потом получат дело с пересмотром его, но они и знают из прессы и позицию другой стороны. Конечно, да. В нашем же случае то же самое. То же самое. Но здесь вот так можно следовать встречный вопрос. Ага, Галина Ивановна, все-таки влияют СМИ на суд? Не в этом дело. Суд... Не, подожди, а имеет ли право СМИ влиять? Все влияет, вы сказали. Ну, оно влияет настолько-настолько, он упирается в закон. Любое влияние упирается в нормы права, которые, скажем так, Так, здесь суд должен быть объективен. Да. Нарушает ли пресса своим освещением, каверинг этого материала, вот объективность суда или нет? Вот ключевой вопрос. Вот. Вот в данном случае... На него ответа нет. На него ответа нет. Но лучше пускай освещает. Лучше пускай освещает, конечно, потому что, а как еще можно услышать другую точку зрения? И в законе никаких ограничений нет. Или есть? Вот когда корреспондент приходит в суд, во-первых, он просит разрешения у судьи, можно ли снимать теле, снимать фото, вести аудиозапись, да, и вообще присутствовать в суде. В данном же случае у нас процесс открытый? Присутствовать можно в суде. Видеозапись производить только с разрешения суда. Аудиозапись... Здесь не столько разрешения, здесь нужно просто уведомить, что я произвожу аудиозапись. А, уведомительный. Уведомительный. Ваша честь, вот у меня диктофон. Да, я произвожу аудиозапись. В Москве, где судят наших земляков, это же открытый процесс? Открытый. А если бы он проходил здесь? Вот давайте просто сравним ситуацию. Было бы больше внимания прессы или меньше? Конечно, больше. Я думаю, что, ну давайте вспомним, вот как у нас было недавно дело по депутату, да. Прямо Ана Конова? Буркова депутата. Знаете, про депутат, я вспоминаю большой список депутатов, попавших под головное обвинение. Депутата городской думы. А, городской. С выборами связанная ситуация. И сколько туда приходилось прессы каждый раз. А что вы фамилию не называете? Вы про Зинаиду Ким? Да, да, да. А ее нельзя называть? Да, можно, но просто что лишний раз? Нет, вот тоже был случай, когда один из... Она была депутатом в тот момент? Кто? Ким. Она была депутатом городской думы. Когда депутат городской думы якобы пытался влиять на ход голосования, предлагая деньги за бюллетени, да? За правильное голосование. Да, да, да. Но в суде дело развалилось. А потому что вот то, как оно было в суде преподнесено, оно было совершенно другое. Но понятно, что здесь был резонанс, и общественность не хотела слушать, скажем так, вот ситуацию. Слышать, понимать. Слышать, понимать, да. Но ведь там все было по-другому. Ее обвиняли не в том? Не в том, что она, может быть, совершила совершенно. И поэтому приговор был оправдательный. Там, конечно, хорошая работа адвоката и так далее. Крёцкин молодец. Молодец. Да, он гениальный адвокат. Поздравляю его с праздником. Сегодня день юриста. Да вы что? Я про чайку не зря. То есть я сегодня, получается, защищаю всю правоохранительную систему. У нас такая... И адвокатов. Вовремя мы собрались. Я еще раз поздравляю всех адвокатов с вашим... А это международный праздник, да? По-моему, российский. Но сегодня все юристы России будут праздновать. То есть иногда... Мы о чем говорим? Что иногда в сложных случаях именно позиции прессы помогают и разъяснить решение суда, которое нам кажется непонятным. Как в случае с Зинаидой Ким, да? Да. Но мы начали с того, чтобы было бы внимание. Вот так вот. Вспомните, что было у нее. То есть ее прям встречали, провожали. Потому что... Ну, я к ней, скажем так, по-человечески хорошо отношусь, да? Поэтому вот лишний раз... Слушайте, а у нас предыдущих мэров ведь тоже здесь судили? Тоже. Всех судили здесь. Судили здесь. И даже... Как-то об этом никто не говорил. У нас всех губернаторов судили по регионам. Подождите, подождите. Наших губернаторов приморных пока еще не судили. Я очень надеюсь, что за Миклушевским придут. Это моя личная точка зрения. Но наших губернаторов пока не судили. А вот мэров нашего города судили. Да, ни один мэр у нас не ушел. Но некоторые выкарабкались потом. Некоторые потом даже... Отфемиды. Не хотят вспоминать, что такое дело было. Говорят, ничего не было. Я сухой и чистый. На самом деле их всех судили в городе Владивостоке. И за всеми ими стояли дружественные им СМИ и просто СМИ, которые привлекали внимание. В нашем же случае с Пушкаревым мы видим какой-то чудовищный абсурд. Чудовищный. Чудовищный. Ладно, перейдем к аргументам, которые все-таки привели два славных судей. Сергей Канзанцев и Юрий Данилов. Это двое судей Конституционного суда, которые опубликовали свое особое мнение. И хорошо, что Конституционный суд это же мнение полностью опубликовал на своем сайте. Обязаны. Обязаны. Молодцы. Итак, в Конституционном суде 19 человек. Человека 3-4 рассматривали апелляцию или заявление адвокатов Пушкарева. Скажем так, 4. И 2, которые просто дали себе труд, они не были обязаны, а дали себе труд рассмотреть это же дело свежими глазами, решили, что это определение неверно. Вот вернемся к тому, о чем пытался сказать и сказал Антоний Контартюк. Он сказал, что список оснований в законе есть, и он закрытый. Но я поясню для публики, что закрытый означает, что его нельзя расширять. Нельзя. Он закончен, он исчерпывающий полный, а не закрытый в том смысле, что он секретный. Какие есть... Я правильно сказал? Нет, они закрыты в том плане, что обычно говорятся и по другим основаниям. Да. Вот тогда он является открытым, то есть суд может другие основания приводить. А там нет этих слов и по другим основаниям. Нет, там точка и все. Давайте просто напомним, в каких случаях суд мог бы перенести дело, если бы все было в рамках закона. То есть эта возможность у суда есть. Есть. Но это должен был сделать именно тот суд, куда попало по территориальности. То есть Фрунзенский суд Владивостока мог сам решить, что ему не по силам или не по зубам это дело рассматривать. Он страшно боится того влияния, которое есть у Лушникова и особенно у братьев Пушкаревых. И он умоляет перенести дело в Спаск. Нет, в Спаск я неправильно сказал. В Уссурийск. Или на Сахалин. Ну, как вариант. Или в Хабаровск. Но не в Москву же. Потому что этим, на мой взгляд, нарушается что? Право этих же людей на защиту, потому что... Ну, ладно. Итак, какие основания для законного переноса дела? Знаете ли вы? Да. Ну, в общих очередях. В общих так, я знаю, если у вас есть там... А я сейчас перепроверю. Да, да, да. Да, основания... Это просто основное. Да, это основное. Это в данном случае, что если всем судьям, которые есть в составе, вот, в данном случае, этого суда... Одному или всем судьям. Да, в данном случае заявлен отвод, и они не могут судить. Второе основание, это если... Не скрепитесь, не скрепитесь. Я буду вас перескакивать. Можно сделать, если вот вы говорите, что я не доверяю этим судьям, и председателю суда, и его там двум коллегам, тогда, ну да. Да, и заменить их нельзя неким, потому что я всему составу фундаментского суда не доверяю. Тогда-то вот, еще. Правильно. Да, следующее основание, если, допустим... Я своими словами опять передаю. А меня выписано. Ну, я вам могу рассказать своими словами и нормами. Следующее основание, это если, допустим, дело возвращалось, возвращалось на, скажем так, новое рассмотрение, уже весь состав суда его рассмотрел, и некому его заново рассматривать. То есть, если в вершине настоящей инстанции отменяет решение, возвращает в суд и говорит рассмотреть в ином составе суда. Дело приходит в суд, а иного состава суда уже нету. То есть, по всем судьям дело прошло. Тогда это тоже является основанием для того, чтобы передать в другой суд с изменением территориальной подсудности. Но там еще есть, если ошибаюсь, момент, когда рассматриваются преступления, связанные с угрозой общественной безопасности. То есть, то, что называется терроризм. И вот в таком случае, когда есть явные угрозы, что оставшиеся на свободе, не установленные члены террористической банды могут угрожать и ходу правосудия, и самому судье, и вообще людям, которые в процессе. Вот такого у нас давно не было, но такое иногда бывает. В таком случае что? Тоже можно ходатайствовать. Генеральная прокуратура, если генеральный прокурор ходатайствует о переносе. И обычно куда? Военные флотские суды. Военные, да, военные суды. Там, где есть вооруженные солдатики или матросики, и суд лучше охраняется. Только просто так не зайдешь и не выйдешь. Не зайдешь, да. Вот, в принципе, и все. Да. Закрытый перечень. Да. Но еще там есть момент, что когда вот в сложных случаях, когда преступление совершено в одном месте, оно по стране где-то в другом месте закончено, еще часть преступлений, тогда вот возникает вопрос, где именно рассматривать. Да. То есть там должно быть соглас, согласованность. Ну и вот опять же, те условия, которые мы перечислили, то есть даже если дело Пушкарева попало бы здесь во Фронтовский суд, его бы все равно не перенесли. Первое, оно должно было попасть. Следователь обратился в прокуратуру, прокуратура поддержала позицию следователя, а Верховный суд поддержал позицию замгенерального прокурора, и дело перенесли. Да. Какие там еще раз были аргументы? Давайте о них поговорим. Ой, там у нас, по-моему, что они притащили-то? Они какое-то письмо, по-моему, принесли, которое он писал одному своему заместителю, то есть это письмо фигурировало в материалах дела. Ну и плюс то, что про него активно пишет пресса, вот это вот. То есть я помню вот эти два основания. Ну да. Что он, находясь даже в заключении или под стражей, по-прежнему пытается вести и может повлиять на свидетелей, да? Да, ведя переписку. Ведя переписку. Это смешно, просто там письмо было... Письмо было совершенно невинное. Оно, по-моему, даже там по зрению с днём рождения было, что-то такое. Но, нет, сам факт переписки есть? Да. А Галине Ивановне передайте, что я целую нежную рыбу и вообще с днём рождения с днём адвоката. И это основание, что сказать, что будет. Ну это смешно, понимаете, вот на это дело смотрю, почему я так активно, я в нём не участвую, в принципе. Я уголовные дела не веду, но когда вот я смотрю, вот я никогда не являлась фанатом Пушкарёва каким-то, да, при его, скажем так, мэрстве. Но смотря вот на то, что происходит, ну невозможно молчать, потому что я даже понимаю, что вот это вот изменение территориальной подсудности и закрепление на уровне конституционного суда, оно в итоге повлияет на другие дела. Повлияет так сильно на, вот, скажем так, судебную систему и на перенос дел. Совершенно верно. Именно поэтому вы мне сказали про Чайку, я про Чайку озвучил, что вот это решение, ну, нагадило на голову всей правоохранительной системе. Да, я немножко по-другому сказала. Ну, я усугубил, но это же мое мнение. Да, да, конечно. Меня же будут судить в другом городе за это вот. Да за это не будут судить это мнение, оценочное суждение. Подожди, если бы я про церковь что-нибудь сказал, такое оценочное суждение тоже, ладно. Да. Итак, вы абсолютно правы, потому что вот в решении, вернее, в особом мнении одного из судей Конституционного суда, по-моему, это Сергей Казанцев, он сказал, что получается в данном случае мы вводим понятие прецедента. То есть вот дело Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва и Андрея Лушникова становится прецедентным. А у нас непрецедентное право, я напомню. А где это записано, что у нас непрецедентное право? Ну, это вообще как бы... Это же историческая традиция просто. Это действует вообще из смысла, потому что у нас норма права. Но все говорят, что в каждом случае суд заново рассматривает все дела и никак не опирается на вынесенное прежде постановление, да? Итак, значит, это нарушение. Дальше. Вот очень важно, он отметил, что вот в решении тех судей, которые поддержали государство Конституционного суда, там была ссылка на позицию Европейского суда по правам человека, который тоже говорит, что если возникает сомнение в том, что дело будет рассмотрено объективно, то в таких случаях, говорит Европейский суд, можно дело перенести. Но тут-то собака, Завета, в чем? Европейский суд, говоря об этом, защищает подсудимого. Да, там по-другому немножко. Подсудимого. Это статья шестая конвенция. В интересах подсудимого, а не как раз в интересах это самообвинение. Это же две больших разницы. Две больших разницы. Это статья шестая конвенция по правам человека, вот ЕСПЧ, и она говорит на право, в данном случае, да, на праве на справедливое судебное разбирательство. Да, и она именно вот говорит об этом. Да, там есть эта вот строчечка, вот они к ней прицепились, но давайте вот норму трактовать полностью, а не выдирать слова из смыслов. Это означает что? Что те люди, которые подписали это первое постановление, да, Верховного Конституционного Суда, они как-то так плохо прочитали документы Европейского Суда. Еще что важно. Ну вот один из этих судей еще раз подчеркивает то, о чем я тоже пытаюсь сказать, что впервые получается, что суд изменил территориальную принадлежность, даже не передав дело по инстанции изначально. Да. То есть нарушена процедура. Вообще полностью изначально она нарушена. Ну, там много нарушений, там нарушения... Нет, это, по-моему, вот это, я не знаю, Конституция говорит, каждый имеет право на объективный, беспристрастный, там, какой-то гласный, публичный по месту жительства. Или как там? Ну, я не помню дословно, но смысл даже не с местом жительства, а смысл в соответствии с законом. А закон говорит четко. По месту жительства. Да, то есть... И тут дело не было передано в суд, где оно должно было передано, а сразу решено и изъято. Вот это страшный прецедент. Так, еще что здесь важно? Что здесь важно у нас сказано? Ну вот, еще раз я хочу обсудить эту идею, насколько люди могли повлиять, в данном случае Андрей Лушников, Андрей Пушкарев и Игорь Пушкарев, могли ли они повлиять на деятельность государственных и общественных институтов? Вот прокуратура говорит, что да, могли. И возникает вопрос, а почему Верховный суд поверил только доводам прокуратуры и не взял во внимание, не обратил внимания на доводы адвокатуры? Да? Ну, это отличная проблема. Здесь состязательность, получается, тоже нарушена? Нарушена, очень сильно нарушена, потому что в данном случае вот именно нам, адвокатам, нам очень часто приходится прибегать именно к средствам массовой информации для того, чтобы вот эту состязательность восстановить, чтобы баланс восстановить. То есть все-таки иногда общественное мнение и огласка помогают этому? Конечно, да. Вот именно общественное мнение и огласка, то есть это такой, как последний просто шанс как-то пробить, добиться и добиться этого баланса. Но здесь же вот что еще важно, опять же, это вот, по-моему, Данилов, да, если не ошибаюсь, судья сказал, что как это так, от Владивостока до Москвы не нашлось? Это влияние Пушкарева такое, что вот он всю Россию покрыл своим влиянием, что ни одного суда в ближайшем регионе не было, который... Это уже другой вопрос. Если переносить, то куда? Куда, да. Почему в Хабаровске? Я сказал, что в Хабаровске, да, или в Хабаровске. Ну почему в Хабаровске будут мир... Потому что вспомните эту ситуацию с свидетелями. Это же сколько денег было потрачено только на одно судебное заседание, чтобы организовать видеоконференц-связь, потому что опросить всех свидетелей, которые было по делу, их опрашивали здесь, в краевом суде, специальное оборудование настраивали в Тверском районном суде города Москвы. То есть, ну или дешевле было бы в Хабаровске свозить-то. Ну иногда мы готовы заплатить сколько угодно. Да. Имеет право постоянно говорить, что он не виновен. А нам прокуратура говорит, нет, это влияние на суд. То есть изначально вы уже сделали виноватым? Ужас, да. Ужас, ужас. И вот в самом деле дальше рассматривается... Ведь у нас было несколько случаев, когда суд вот так же произвольно менял право, обвиняя его на рассмотрение в своем родном суде. И возникает вопрос тогда, почему... А кого нас судили где? А у меня сейчас есть пример, кого где судили. Сейчас я найду, посмотрю. У меня есть целый пример, кого где судили. Я вот не помню, чтобы меняли прям вот так вот. Итак, ну начнем с наших друзей-сахаринцев. Мы уже об этом говорили. И в самом деле получается, что мэр Владивостока более влиятельен, чем... Губернатор. Губернатор Сахаринской области Александр Хорошавин. Судили же его на Сахарине? Судили. Потом, губернатор Новосибирской области, оказывается, Николай Денин, он тоже был осужден в Центральном районном суде города Новосибирск. Губернатор Брянской области был признан виновным районным судом города Брянск. Глава Карелии был осужден по приговору Петрозаводского городского суда. Избирательность. Избирательность правосудия, да. Это же ужасно. Это ужасно. Это получается, что для одних вот такой закон, а для вас... Вот вы не надеетесь, что вы там читали закон, а для вас мы немножко все изменим. Это ведь просто нарушение всего. Знаете, мы с вами беседовали, по-моему, несколько месяцев назад, и вопрос у нас возник, что есть ли там какой-то заинтересованный фигурант, какой-то, грубо говоря, заказчик дела. Да, если вдруг есть. Вот вы знаете, судя по тому, как сейчас дело развивается, до такой степени, если предположить, что он есть, это лицо влиятельное? Нет, 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 я думаю, что все-таки изначально. Вот мы с вами говорили о том... Такая теория заговора, ну ее тоже рассматривать надо. Ну вот я, потому что я не вижу никакой логики, кто это, да, этот человек, если он есть. Помог протолкнуть такое дело. Потому что да, ну в нем столько нестыковов, в нем столько нелогичности, столько ошибок. Но дело продолжается катиться. Оно продолжается катиться с нарушениями, с, на мой взгляд, серьезными нарушениями в плане нарушения прав обвиняемых. Потому что, ну, даже то, что вот брат, которого, в принципе, держать смысла нету. И это только... И содержание под страшой ухудшает его здоровье. Да, это только элемент влияния в данном случае, давление, конечно, на основного обвиняемого. Потом, как оно процессуально, вот сейчас же стенограмма публикуется, как оно проходило, как материалы дела изучали, когда там пустые листы находили, когда, скажем так, понятно, что когда он заявил Пашкарев, что он хочет слушать все дело для судей, скажем так, для следствия, это шок. Потому что обычно говорят, что да, не нужно оглашать, а он потребовал оглашения всего дела. Чтобы показать, что масса нестыкового. Да, да. Несколько месяцев они его слушали и слушали, потом решили ускориться в итоге. То есть они нашли способ процессуально ускориться. Нестыковок много, нарушений много. Защитить, по сути, не дают защищаться. А как им можно не давать защищаться? Просто снимают вопросы. Снимают вопросы, отклоняют ходатайство. Мне особенно понравилось, основным, может быть, аргументом обвинения является экспертиза неких экспертов. Чудесная экспертиза. Которая якобы доказывает, что была завышена цена. Не нанесен ущерб, но завышена цена на поставку струематериала. Так вот, вопрос адвокатов, а являются ли эти так называемые эксперты экспертами, был снят в суде. Да, они не являются экспертами. Достаточно странные люди с непонятной квалификацией. У некоторых нет высшего образования, но они, может быть, опытные люди. Неважно. То есть вот даже этот вопрос не исследовался. Это, конечно, странно. Это странно. Так вот, возвращаясь к теории заговора. Конечно, судя по всему, это моя личная точка зрения, здесь не обошлось без политики и, может быть, без пожелания какого-нибудь бывшего губернатора. Не называя его фамилией, его трудно угадать, не знаю, о ком вы сейчас подумали. Ну вот, ладно, дело закрутилось. Я подумала, что вы ошибаетесь. Да. Дело закрутилось. Не сошлись люди. И агент сказал там в Москве, давайте-ка мы с ним разберемся, он мне тут мешает. Почему не сработали никакие механизмы, которые должны защищать правосудие от подобных избирательных пожеланий любого властного лица? Ведь должен был найти следователь, сказать, да, я еще раз рассмотрел это дело. Вы знаете, оно выеденного лица не стоит, оно чисто подведомится на арбитраж. Почему потом, когда дело попало куда, в прокуратуру уже, да, в прокуратуру сказали, ребята, ну вы молодцы, конечно, хорошо поработали, не зря там был специальный ваш следователь здесь, генерал-майор, по-моему, даже, в чине генерала-майора, он молодец, дайте ему премию, но в целом дело не стоит выеденного лица. Почему потом Верховный суд при обращении зам генерального прокурора, посмотрев материал, он сказал, ребята, ну все молодцы, никого не накажем, выпишите себе премию. Ну не надо позориться, сейчас же мы позоримся. Да, ну в данном случае этот позор, наверное, для них лучше, чем признание вообще изначально собственной неправоты, некомпетенции. То есть, они как могут признать, что вот они вот... Весь этот огромный механизм, заработал. Это, помните, позорный вот его арест, когда его там скручены, вот показательно... Показательно, унижающий. Унижающий. Унижающий это было, да, причем... Его вели в аэропорт. Его вели, а я себя почувствовала, вот, как житель края, вот, как-то, города униженный, вот, как-то... И как сейчас пойти в откат, когда это признать, что мы вот дураки, что мы неправы были, ну, как, честь мундира, может быть, какая-то. То есть, получается, никакого предохранительного клапана нет, да? Нет. А я вот, честно говоря, надеялся, у меня была маленькая-маленькая надежда, что, может быть, вот, Конституционный суд, куда обратились юристы Пушкарева, ну, и Пушкарева, и Лушникова, и Пушкарева, и Лушникова, он как раз вот рассматривая саму повод этого обращения, то есть, насколько законно суд рассматривает дело в Москве, а не в Владивостоке, вдруг бы он сказал, это незаконно. Он должен был сказать, это незаконно. Вот, если бы он вдруг сказал, что это незаконно, это повлияло бы на ход дела? Я думаю, что да, конечно. А как бы оно могло подъедеть? Ну, в данном случае, если дело рассмотрено специальными нарушениями, это, безусловно, основание для отмены решения. И все-таки оно продолжалось бы, продолжалось, продолжалось, а потом это уже было бы основанием для Верховного суда сказать, знаете, мы опираясь на решение Конституционного суда говорим, что изначально был нарушен основной закон, суд неправомерно его рассматривал в Москве, либо мы пересматриваем его в Владивостоке, либо вообще отменяем. Я правильно понимаю? А как Верховный суд мог в данном случае так сказать, если он сам изначально вынес решение? Он не мог сказать. Это повлияло бы на дело. В 2012 году, рассматривая аналогичную жалобу, аналогичный вопрос один в один по этой статье 35, Конституционный суд вынес решение, что да, незаконно изменять территориальную подсудность, причем аргументы были те же самые, что и указал судья Данилов и его коллега. А там в связи с кем? Кто обращался? Я не помню, кто обращался, там было какое-то неизвестное, скажем так, лицо, там был достаточно частный случай, и они сказали, что нет такой нормы, невозможно, то есть это будет прецедентное право, это будет избирательное правосудие, то есть нельзя изменять подсудность по ходатайству территориальную. И поэтому, когда защита пошла в суд, то есть вот я, если бы была адвокатом, я была бы уверена в том, что мы идем по накатанному, и нового решения быть не может. Но сейчас это дело, его ждет ЕСПЧ, насколько я понимаю. Да, это будет долго, но Европейский суд по правам человека в итоге там точку поставит. Подождите, мы еще не знаем приговоры этого. Какая разница, не обязательно ждать приговора, то есть Европейский суд рассматривает и процессуальные нарушения. Пока дела еще идут, он может рассмотреть... То есть вы полагаете, что сейчас сторона защиты может обратиться... Конечно, да, конечно, сразу Европейский суд. Говорит о том, что были нарушены права обвиняемых, хотя бы в том, что их суд неправомерно рассматривал почему-то в Москве. Да, 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 это нарушение статьи 6-й конвенции. То есть здесь вот оно в такой степени очевидно, потому что вот такие дела, нарушения процессуальных, они вообще быстро рассматриваются. Почему? Потому что есть решения... Они явные, да? Они явные, есть решение СПЧ аналогичное, а вот как раз в СПЧ там прецедентное право. Держируются. Да, и они собирают все аналогичные дела в кучку и рассматривают быстренько. То есть здесь вот явное нарушение. Галина Ивановна, давайте в двух словах вообще поговорим о том, вообще какое значение имеет Конституционный суд для нашей страны? Определяющее, потому что вот если мы говорим про именно участие в судах, когда есть нормы, которые не совсем понятны. И нормы права, да? Ведь в нашем случае норма была прописана изумительно хорошо. Понятно, да, в нашем случае, да. Закрыто, как вы говорите. Но если мы берем в целом, потом мы, смотрите, страна огромная, судов огромное количество. И разные судьи, как и разные юристы, тактуют по-разному. И в данном случае дело Верховного суда практику объединить, а дело Конституционного суда объяснить на самом высоком уровне, соответствует ли норма права Конституции или не соответствует. И как ее применять. В данном случае Конституционный суд, если уж он решил, что территориальную подсудность можно изменять таким образом, он должен был не разрешить это делать, а он должен был рекомендовать Государственной Думе внести изменение в суд, выступить законодательной инициативой. То есть здесь незаконченное решение. Если вы решили изменить всю практику, выйдите за инициативой и пусть внесут. Так было всегда. То есть вот это вот почему решение выбивается. Фантомное решение. Да. То есть оно незаконченное. Если вы решили, что должно быть по-другому, значит закрепите это в законе. Так должно быть. А нечеткость нормы, да. Еще здесь важный момент, что в данном случае Конституционный суд решил, что так называемая беспристрастность суда важнее, чем права подсудимого. Чем права подсудимого. Чем равноправие сторон в судебном процессе. И при том, при всем, благодаря прессе мы совершенно не уверены в беспристрастности этого суда. Это какая-то избирательная беспристрастность такая вот. А почему решили, что именно вот там беспристрастны? А я вот была в том суде. Мне не понравилось решение, которое в суде. Что вам не понравилось там? Ну, там было решение по... Вы проиграли там, наверное? Конечно, оштрафовали СМИ, скажем так, СМИ за то, что оно... А если бы вы играли в этом, по-моему, понравилось? Там было решение неправильное, незаконное. Нет, говоря о Конституционном суде, чтобы просто публика понимала, почему мы так... Иногда я бываю так ироничен по этому поводу. Я хочу напомнить, что когда-то на заре нашей новой власти Конституционный суд вообще признал незаконными или неконституционными деяния высшего должностного лица нашего тогдашнего президента Бориса Николаевича Ельцина. Да, было такое. И постановил его отстранить и собрать там какой-то был... Что там было? Государственная Дума, Советы. Вообще, у нас Государственная Дума всегда была, да? Короче, он замахнулся на президента. Как вы понимаете, никакому президенту это не нравится. И я просто почитал на днях некоторые интервью членов Верховного и Краевого Конституционного суда. И вот один из тех людей, которые добровольно вышли из Конституционного суда, он просто однозначно говорит, что за последние годы было сделано все, чтобы Конституционный суд принимал решение исключительно в пользу государства. Не в пользу гражданина, не в пользу закона, а в пользу государства. И с этим связано то, что председатель Конституционного суда, господин Зорькин, не имеет, так сказать, границы его возраста. Ему продают, 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 хотя никаких документов нет. И даже то, что их с глаз долой перевели из Москвы в Петербург. В общем, есть много обстоятельств, говорящих о том, что нынешнее наше государство и исполнительная власть считают, что Конституционный суд должен быть скорее послушным, нежели чем объективным и независимым. Но это моя личная точка зрения. Я в нем вижу, видела пока больше объективности. И вот приходя в суд, скажем так, готовясь к делу, я очень часто использую именно постановление Конституционного суда, потому что они такой разъяснительной точкой являются. А вот это, знаете, так порушило мою веру. Это дело или мои слова? Вот это дело. И ваши слова, и ваши слова. Я уже на вас повлиял. Нет, и вот прям, потому что, ну, страшно, вот, что же будет дальше. А вот все-таки еще раз вопрос. Я хочу еще раз вас спросить вот о чем. Ведь должны же быть какие-то механизмы, которые показывают, что нельзя разрушать правосудие. Нельзя вот позвонить судье и сказать, что вот сейчас ты работаешь по моему звонку, а дальше делай, что хочешь. Ведь теперь судья каждый раз ждет этого звонка, либо какого-то особого совещания, либо особого мнения, чтобы на что-то ориентироваться. Мы теряем веру в выборы, мы теряем веру в правосудность, да, правомерность вынесенных судебных решений. Но это же неправильно и без страны, и для нас. Ну, я такой нескончаемый оптимист. Я все еще верю в правосудность, скажем так, потому что смысл тогда моей работы. Вот. Должно быть, конечно, системосдержек и противовесов, как мы ее называем по-умному. И вот Верховный суд, Конституционный суд, в принципе, они должны сдерживать. Ну, даже на нашем маленьком уровне просто решения, скажем так, районного суда у нас идут в Краевой суд. И Краевой суд, который больше практики аккумулирует, скажем так, он исправляет иногда судей или оставляет в силе. И так выше, выше по нарастающей. Ну, вот сейчас то, что случилось с делом Пушкарева, вот эта вся вот построенная система, вся цепочка, она вся рушится. То есть, ну, вот... Нет, она как рушится? Она рушится в наших глазах. В глазах прокуратуры и стороны обвинения она безукоризненная, идеальная, честная. Да, потому что прокуратура забывает, что она такая же сторона в процессе, как адвокат, как обвиняемый. То есть, почему их так поднимают выше суда, выше всех сторон? Ну, это неправильно. Мы помним, к чему это в итоге приводит, когда у нас... К чему? Это приводит к тому, что у нас решения, которые выносятся по звонку, решения выносятся по желанию органов, решения, которые нелогичны, незаконны, необоснованы. Они могут коснуться каждого. Нет никакой... От суммы, от тюрьмы не зарекайся. И за вами тоже, что называется, придут. Да. А сейчас вот вы упомянули между делом, там, про церковь вам сказать, не дай бог, а про Курилу мы сейчас все говорим. Про Курилу можно говорить? Нельзя про Курилу говорить, нельзя сомневаться в территориальной целостности Российской Федерации. У нас президент предлагает заключить договор, в котором предусматривается передача островов Хабамая и Шикотана японской стороне, и, возможно, еще двух островов, и Турупа, и Кунашира. Возможно. Вот так можно говорить? А вот говорить, что это правильно или неправильно, вот, вернее, конечно, говорить можно все, что я сейчас говорю, неправильно говорю, но вот жалко, что за это предусмотрена ответственность. В этой стороне, о которой мы являемся, говорить можно все, понимая, что за что-то нас накажут, иногда рисковать, но, тем не менее, если мы не будем обсуждать, все будет только хуже. Я чрезмерно благодарен, нет, чрезмерно неправильно, чрезвычайно благодарен Галине Ивановне Антоневне, что потратила свое время, и мы попытались обсудить тонкости юридические. На самом деле, когда вам говорят, что юристов не понять, неправда. Мы же внятно все объяснили, и они нам внятно объяснили. И я надеюсь, что, а может, до Нового года завершится процесс над Пашкаревым, чем черт не шутит. Пожелаем всем участникам процесса, и стороне обвинения, и стороне защиты, и обвиняем веры в правосудие, а нам с вами, ну, тоже того же самого. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова